мое почтение здрасьте я вас категорически приветствую здрасьте значит друзья сегодня у нас в гостях наш следующий спикер драматург писатель продюсер учитель гуру человек эпохи возрождения упаси господь я человек средневековья ничего с человеческим это вообще отдельная тема большого длинного разговора что такое среди где заканчивается средневековье где начинается эпоха возрождения есть версии что эпоха возрождения это позднее средневековье это нас с вами уведет бог знает куда поэтому давайте в этом направлении мы не пойдем значит тема сегодняшнего разговора у нас была определена сейчас я прям даже прочитаю дословно я наизусть ее не смогу воспроизвести секунду как не быть сценаристом курильщика или почему вы никогда не напишите хороший сценарий друзья мои я сразу предупреждаю что все полицейские которых вы видели до этого были хорошие добрые и вот наконец вам злой полицейский мужа злой я справедливый павел публика ваша отлично замечательно давайте так я буду выходить с таким коротким монологом надеюсь там минут на 40 сейчас посмотрим сколько получится а потом надеюсь получить какое-то количество ваших злобных вопросов почему злобно потому что моя задача очень простая я надеюсь что меня сейчас слушают сценаристы киношники и все те кто или уже является деятелями кино или собираются ими стать вот моя задача сейчас проста сделать так чтобы вы ощутили свою тотальную кошмарную невероятную профнепригодность и навеки ну или по крайней мере надолго покинули эту профессию почему потому что мне надеюсь как и многим из вас совершенно не нравится то что я вижу в кинематографе и я понимаю что в этом виноваты конкретно вы и соответственно моя задача сделать так чтобы вы покинули эту профессию вон раз и навсегда то есть если мне это удастся если вы покинете эту профессию я буду считать свою миссию полностью до конца выполнен или если вы еще не вошли в эту профессию и в нее никогда не пойдете поймете что эта профессия для вас не создана эта профессия для избранных эта профессия для интеллектуальной элиты которую вам еще тут предстоит войти и так сказать составить может быть честь и хвалу великому мировому кинематографу но судя по всему я надеюсь вот во всяком случае я надеюсь что я сумею достучаться до ваших сердец и вы поймете что вам надо избрать какой-то другой путь есть множество других полезных профессий можно пойти бульдозеристы можно пойти там я не знаю в экономисты не заняться чем действительно полезно давайте для начала разберемся все-таки раз мы про сценарии то первое что вы должны знать и понимать вы главный кино точка кино начинается с истории есть большое количество разнообразных дебилов от кинематографа вообще слово будет у меня звучать на протяжении на моего монолога достаточно часто которые считают что в кино главное деньги в кино деньги совершенно не главное хорошее кино получается тогда когда такие слова как бюджет смета лимит затрат забываются и люди делают то что они должны сделать главное в кино это история а историю придумываете вы при этом вас окружает огромное количество врагов например ваш главный враг как это ни странно режиссер потому что он очень хочет быть великим режиссером например парковский момент насмотрелся ну вернее ему объяснили что тарковский это великий режиссер или там филин тоже понимает что филин великий режиссер или тарантино он набрал себе такой пул из великих режиссеров и он считает что он вот сейчас начнет снимать как тарковский и как филини или как тарантино или кого он там еще любит не знаю или снимет новых господи прости игру в кальмара про нее мы тоже сегодня поговорим как шедевр идиотии но и он начинает вам мешать он вмешиваться в вашу историю вот вам пример такой идиотип недавно я работаю значит как сценарист и слава тебе господи как продюсер с одним режиссером этот режиссер мне вдруг говорит ты знаешь а работаем мы ни много ни мало над детективом и вдруг нет режиссера ты знаешь мне нужна сцена в бордель зачем спрашиваю его я который отвечаю в данном случае за суть истории понимаешь я знаю как это классно снять да я чихать хотел чем там знаешь как классно снять это моя история и я решаю какие события внутри этой истории будут происходить а то что ты там очень хочешь красиво что-то снять я прекрасно понимаю что у тебя какие-нибудь невостребованные комплексы тебе безумно хочется немножко погонять людей по площадке не так поэкспериментировать с ними и поработать с ними как с куклами живыми ходи сюда здесь сделай это здесь сделай то и вообще я где-то видел что можно красиво сделать сцену в борделе потому что по повелевать большим количеством полуодетых женщин и не очень одетых мужчин это тоже клёво я чувствую свою власть над этими красавцами вот не ведитесь на такие штуки это ваша история и вы отвечаете за то что в ней есть сценарий главное что есть кинематографе не деньги не бюджеты а именно история с нее все начинается в кинематографе здорового человека который существует во всем мире кроме нашей богохранимой страны сперва ищут историю потом уже ищут все остальное у нас почему-то всегда ищут деньги прибегают фонд кино прибегают менткульт дайте нам пожалуйста мы сейчас вам снимем очень актуальное очень интересное кино и сейчас же она будет очень важно целевой аудитории про целевую аудиторию тоже с вами поговорим еще одна бредятина который вам пичкают мозги на разных конференциях тренингах и мастер-класс первое уяснили надеюсь второе теперь переходим к самодиагностике вот вы сценарист ответьте мне пожалуйста на один простой вопрос какое количество книг вы прочитываете в неделю если это число именно книг то есть я под этим понимаю художественную литературу в первую очередь и может быть научно популярным но ни в коем случае не практический научпоп типа какой-нибудь бредятины типа пиши сокращай или как стать великим сценаристом за 15 минут вот эти книжки вы можете сложить и отнести вниз в подъезд их там кто-нибудь заберет на макулатуру переработают и напечатают на бумаге хорошие книжки и так какое количество нормальной литературы сколько книг вы прочитываете в неделю если это число меньше трех вон из профессии потому что ваша эрудиция равна нулю ваше культурное понимание того как надо обращаться со словом обращаться с текстом обращаться с историей равно нулю поэтому для начала научитесь читать и возьмите себе за правило читать много читать часто читать разным если вы этого не делаете то как вы вообще можете работать с текстом то есть меньше трех книг вон из профессии начали читать больше молодцы ой а я медленно читаю вообще читать не люблю если ты не любишь читать какого черта ты взялся писать чукча не читатель чукча писатель и диск чукча в анекдот и там погибни желательно навсегда с этим тоже уяснили проверили да не подходит какое количество фильмов ты смотришь в неделю если это количество меньше десяти вон из профессии потому что ты ничего не понимаешь кинематографе ты вообще ничего не знаешь я эрудиция равна нулю ты должен понимать куда развивается кинематограф куда он вообще развивался как он работает что там что чего как происходит как у меня же там работа у меня еще что-то дорогой мой ты сам управляешь собственным временем распредели его аккуратно посмотреть хороший фильм это два два с половиной часа у тебя осталось еще 22 часа свободного времени сутка прочитать книжку ну если ты читаешь хорошо и умеешь читать нормально то у тебя будет и скорочтение развиваться и в принципе книжечку в 600 страниц ты будешь читать со скоростью 100 страниц в час примерно такая хорошая нормальная скорость чтение опытного читателя ты научишься читать очень быстро и главное запоминать и главное вычленять из книги многое важное важного ценного что тебе нужно из каждой книги ты научишься вычленять сюжетные повороты из каждой книги ты научишься вычленять какие-то характеры смотреть на какие-то общности этих самых характеров находить там какие-то метафоры, находить там какие-то понимания того, как выстраивается тот же самый конфликт, о которых тебе наверняка многогратно писали в тех книжках по сценаристике, которые ты, господи, прости, читал. Это следующее. Значит, читаем, смотрим. Следующее. Ответь честно на вопрос. А зачем ты вообще идешь в кинематограф? Если ты идешь туда ради славы, или для того, чтобы заработать денег, то спасибо, до свидания. Ты не должен этим заниматься. Есть куда больше мест и куда больше разных способов получить славу. Иди в тиктокеры, у тебя получится миллион, полтора миллиона зрителей, будут тебя аплодировать, и ты получишь свою быструю, но очень эффективную славу. Даня Милохин скоро постареет. Тебя ждет та самая вселенская слава. Тем более, что в тиктокере ты, в тиктоке ты можешь прославиться, вне зависимости от того, сколько тебе лет, и чем дебильнее ты себя там ведешь, тем лучше то, что и больше твоя популярность. Это тоже важно. Поэтому забудь. Если ты занимаешься этим ради денег или ради славы, забудь. А вот если ты занимаешься этим, потому что ты хочешь изменить мир, потому что он тебе не нравится, потому что тебе что-то или у тебя есть какое-то высказывание важное, ради которого ты хочешь рассказать именно ту историю, которую ты придумал, вот тогда у тебя есть некоторые шансы чего-то добиться. Во всяком случае, у тебя есть интенция запустить что-то хорошее, запустить какие-то изменения во внешней среде. Люди, которые занимаются искусством, это люди, которые программируют будущее. Все очень просто. Именно они влияют на умы окружающих людей. Искусство это и есть самое главное, что есть, что придумало человечество. И вот как раз посредством искусства, воздействуя на зрителя, а мы делаем кино, очень доступный, очень понятный вид искусства. Вот ты смотришь фильм и воздействие происходит здесь и сейчас. Это очень сильный эффект. Ну, по идее, должен быть. И воздействуя на зрителя, ты меняешь этого зрителя. Каким будет зритель, вошедший в кинотеатр или запустивший этот фильм на любой из платформ? Каким он был и каким он будет? Как он изменится? Вот это главный вопрос, который ты должен себе задавать перед тем, как положил перед собой чистый лист бумаги или открыл новый файл на своем компьютере. Вот это самое главное. Что ты изменишь в том человеке, который столкнется с той историей, которую ты придумал? Если у тебя нет ответа на этот вопрос, не берись писать. Никогда. Вторая вещь. Все говорят, думай, пожалуйста, о зрителе, чтобы зрителю было интересно. Это, конечно, тоже важно. Кто твоя целевая аудитория? Нет никакой целевой аудитории. Нет. Для людей уже давным-давно вот смотрите, что произошло. Прекрасная пандемия, великое время для всех разумных продюсеров и вообще разумных людей, потому что любое потрясение это повод для новых возможностей, для запуска каких-то новых инициатив. И вообще время потрясений это всегда время и процветания. Это запуска чего-то нового, запуска чего-то интересного, экспериментов, прежде всего культурных, и рефлексии этих потрясений. Так вот, пандемия увела людей из кинотеатров. Кинотеатры умирают. В них вернется народ, но это произойдет после нынешней зимы, когда Джеймс Кэмерон выпустит второго «Аватара». Это будет совсем другой уровень зрелища. Для запуска этого фильма сейчас готовятся совершенно новые кинотеатры, оборудованные новой системой воспроизведения файлов, воспроизведения звука и так далее. То есть кинотеатр станет немножко другим развлечением, связанным с построением вот иной реальности, которая будет воспроизводиться на экране кино. Но вы такое кино никогда не снимете, у вас таких возможностей нет и пока не будет, поэтому забудьте про это. Ваш зритель находится здесь, вот тут, на экране компьютера, с которого я вам сейчас вещаю. Он вот тут. И вот через это, порой через очень простые способы, вы можете до него достучаться. Беда в другом, беда в фантастическом белом шуме, который нас окружает, потому что у каждого, у кого есть вот это, он уже и музыкант, и режиссер, и так далее, и так далее, и так далее. Он может легко чего-нибудь снимать и считать это, господи, прости, называть это фильмом. Когда какой-нибудь журналист, господи, прости, интервьюер, даже называть не буду, выпускает среднего качества репортаж, основанный на интервью, а потом кто-то говорит, а ты видел его фильм? Фильма я там никакого не видел, потому что в этом фильме нет ни режиссуры, ни толкового сценария, а есть там заказуха, например, по заказу, ну, что бы предусмотреть, фильма какого-нибудь репортера, ныне признанного иноагентом, про наркоманов и спид. Ну, понятно, что это чистая заказуха для производителей теста на ВИЧ, это не фильм, ребят, это репортаж, это серия интервью, но это точно не фильм, у фильма есть сценарий и у документального, поверьте мне, тоже, у фильма есть какое-то оригинальное режиссерское решение, и у фильма самое главное есть какая-то мысль, а не просто большой рекламный ролик, раздутый до полутора часов времени, вот научитесь тоже быть хорошими зрителями, когда вы посмотрите где-то свою первую тысячу фильмов, вот, а это произойдет, ну, вот смотрите, если вы будете смотреть по 10 фильмов в неделю, то вы уже через 10 недель посмотрите 100 фильмов, а через 100 недель, ну, у меня плохо с математикой, в общем, вы сами поймете, что вы довольно быстро посмотрите свою первую тысячу фильмов, ну, и все, и после просмотра своей первой тысячи фильмов, вы уже некоторым образом станете насмотренными и сможете, по крайней мере, делать какие-то выводы хотя бы на основе базовых реакций на то, что происходит. Как смотреть это самое кино? Да очень просто. Посмотрели фильм? Обязательно залезьте на такой сайт, который называется IMDB. Ну и посмотрите, что там сказано по поводу того, кто создавал эти фильмы. А где еще работали эти люди, которые создавали этот фильм? Что они еще снимали? В каком году снят этот фильм? Что тогда происходило в этом году, когда вышел этот фильм? Кстати, еще одна вещь, да, почему у вас не получится снять, сделать хорошего кино. Как снимают кино курильщикам? На дворе 2022 год. И вот прибегает довольный человек, именующий себя продюсером, и говорит, я грант взял, дайте снимать фильм. И они на деньги снимают фильм некий. Этот фильм снят так, как он снят в 2022 году. Но на экраны он выйдет в 2024. А тогда будет уже совсем другой кинематограф. Потому что, например, хотя бы тогда уже второй «Аватар» выйдет. И вообще кинематограф станет другим. Тогда уже люди будут думать про что-то другое. Хорошее кино тогда, когда оно снято из позиции зрителя будущего. Не сегодняшнего, упаси Господь, а будущего. Такого, какого еще нет. Который уже и второй «Аватар» посмотрел. Который уже знает, чем закончились все сезоны «Дома дракона». Или что вы там смотрите. Или у которого закончились очень странные дела во всех смыслах. Вот это ваш зритель. Зритель будущего. Которого вы, кстати говоря, своим фильмом еще и будете программировать. Потому что СМэ выше. Вы его меняете. Он столкнулся с вашим фильмом и стал каким-то другим. Каким вы должны сами ответить. Еще следующая вещь. Вас учили наверняка в разных книжках, курсах, мастер-классах про то, что есть некие обязательные вещи. Худшее, что есть, это вот всякие истории, знаете, когда появился штампованный голливудский кинематор. Он появился тогда, когда некий Джозеф Кэмпбелл написал книжку «Тысячеликий герой». И на основе этой книжки всякие разные Месси и прочие стали писать свои учебники по сценаристике. Что, оказывается, должен быть путь героя. Что он должен сталкиваться с какими-то испытаниями. Тролевали семь пружин. Должна быть такая-то структура конфликта. И вот начинается. Если на экране встречаются мальчик и девочка, так они обязательно, обязательно должны вступить в какое-то любовное противоречие. Где романтическая линия? Что вы делаете? В вашем фильме должна быть романтическая линия. Кому она чего должна? Вы отвечаете за этот мир. Если это ваш мир, он развивается по той логике, которую вы придумали. Если в этой логике нет места за штампованным сюжетным поворотом, вы, хозяева этого, вы отвечаете за то, что это хорошо. Посмотрите великий фильм «Крестный отец» и найдите там мне хотя бы одного негра. Вы его там не найдете. По одной простой причине. В этом мире негры невозможны. Найдите мне там хотя бы одну активно, не пассивно, активно действующую женщину. Не найдете. Они там есть и они там важны. Но это не активно действующие женщины, потому что в этом мире активно действующая женщина невозможна. Как только она начинает активно действовать, например, садится в автомобиль, потому что она хочет показать, как она умеет вводить тачку, эта тачка немедленно взрывается. В мире суровых мужиков бабам не место. Место бабы – back to the dishes. Иди, мой посуду, воспитывай детей. Сейчас мужчины разговаривают. И ротфенки в этот момент должны просто заткнуться и пойти собирать свои скупые слезы, утирая их волосатыми ручонками. Вот что это такое. Логика, которую вы устанавливаете в ваш мир, который вы производите, в вашем хорошем сценарии, должен быть предельно логичен. Но вы устанавливаете эту логику. Вы должны четко прописать законы этого мира, мира вашего фильма. Кто его населяет? Какими путями они туда попали? Как они связаны между собой? Чем они дышат? Чем они живут? Что они делают? Почему они так себя ведут? Как устроен этот мир? И только тогда, когда вы устроите логику этого фильма, они будут просто так. Будьте уверены, тогда у вас что-то получится. Потому что если мы возьмем любой, например, современный детектив-курильщика, вы увидите, кого бы нам сделать в качестве злодея? А он будет маньяк. А почему он маньяк? А потому что у него было плохое детство, его не любили родители. У него был какой-то конфликт. Его изнасиловал папа. Или там, не знаю, католический священник в молельной кабинке. Господи, прости. Это еще почему? Да потому что я начитался с журнала Psychologist, где про это все пишут. Такие же мамкины психологи, которые за 5000 рублей на сеансе обвинят во всем ваших родителей, и вы пойдете ругаться с мамой и папой. Хотя мама и папа – самые близкие вам люди. И вы должны им быть за все благодарны и целовать песок, падающий с их подошв. Вот и все. И больше ничего про это не говорить. Вот это тоже важно. Логика. Ваша логика. Но она обязана быть. Если вы делаете что-то просто для того, чтобы заткнуть дырку… Вот вам пример. Я недавно смотрел один сериал. Очень хороший отечественный сериал. Неожиданно хороший. Не буду его называть. Сейчас объясню, почему. Смотрю сериал. Все нормально. Господи, мальчик и девочка разговаривают, и он даже не пытается к ней подкатить. Оказывается, мальчик и девочка могут нормально разговаривать. И вдруг в обычном сериале нет любовной линии. Господи, думаю, какое счастье, а? Я могу просто посмотреть сериал, у которого там детективная составляющая в основе. И вообще разобраться так. А сейчас злодеи-то будут ловить? А найдут этого злодея. Классно. Начинаю следить. Доходит дело до пятой серии. Всего шесть. И вдруг происходит чудовищная штука. На экране появляется титр. Прошло несколько месяцев. После этого я делаю тотальный фейспаум и понимаю, что сценарист все профукал. Почему он профукал? Потому что он не смог дотянуть эту историю. Он решил ее резко разорвать. У него закончилась логика. Вернее, ему стало скучно вести логику поведения этих персонажей. И он такой, ладно, я не буду тут думать, что они тут делали. Я сейчас их просто быстренько переставлю в другое место моей сюжетной доски. Потому что мне так захотелось. Прошло несколько месяцев. И у них там все поменялось. Этот условно женился. Этот разбогател. Злодеи там, не знаю, в тюрьме или еще где-то. Ну вот, посмотрим. Потому что мне лень. Я бросил этот сюжет. И как-то так переводил. Тем более, что у меня в следующей серии должен быть хэппи-энд. Я говорю, да, наверное, сейчас будет хэппи-энд. И точно, батюшки мои, хэппи-энд. Злодея застрелили. Другого злодея посадили. И главные герои, у которых почти пять серий не было намека на какую-то романтику, вдруг к шестой серии, к завершению истории, неожиданно резко обнаружили в себе невероятную романтическую странсть и помчались, сметая все преграды, друг в друг в объятии. Тьфу, блин. Как говорилось в одной великой пьесе, кстати, я думаю, вы не знаете какой, испортил песню дурак. И кто этот дурак, правильный сценарист, который оборвал вот так эту историю, которая была вполне себе логична и развивалась в логичном мире, даже, господи, прости, лишенным штампов. Обрадовался. Зря рано радовался, понимаем я. Избегайте штампов, избегайте всего того, что пишут вам в учебниках по сценаристике. Что должна быть какая-то арка героя, его развиньте. Вы создаете мир. Если в этом мире вам почему-то нужно, чтобы кто-то не развивался, а становился статичным, вы объясните, почему вам это надо. И как сделать так, чтобы история статичного героя была интересной. Есть ли варианты со статичными героями? Полно. Пуаро, Шерлок Холмс. Шерлок Холмс не меняется. От рассказа к рассказу он все такой же. Пуаро от рассказа к рассказу все такое же. За исключением финала. Последний роман о Пуаро, великий роман Кертон, который вы наверняка не читали, но почитайте. Вот там Пуаро меняется. Там Пуаро берет и резко меняется. А так это все тот же Пуаро с его совершенно понятными чертами. И в любом, условно, горизонтальном сериале у вас будет примерно такая же история. Может быть. Почему нет? Если это, подчеркиваю, обусловлено логикой вашего мира. Герой, антигерой. Мы сделаем такого антигероя. Почему? Он маньяк. Он вот так. Маньяки, ребята, самые логичные люди на свете. Логичнее маньяка нет вообще никого. Просто это логика нечеловеческая. Она иная. Она другая. И показать эту логику, откуда она вылезает, это как раз тоже очень важно и очень ценно. Вторая. Еще один признак вашего бессилия. Вот помимо обрыва, еще другое неумение обращаться с таймингом внутри вашей истории. Вы начинаете насыщать все флешбеками. А давайте мы покажем, как было в прошлом. И мы построим всю историю на флешбеках. Он вспомнил. Это самое простое и самое банальное, что только может быть. Все время отсылать зрителя в прошлое и заставлять его туда. Я здесь, чтобы... Кино – это искусство действия. Я здесь, чтобы увидеть это действие, увидеть это развитие. А ты меня бросаешь назад. Это к вопросу об эпохе Возрождения, про которую я начал тут говорить. Но все-таки не могу не сказать. Эпоха Возрождения была худшим временем в истории человечества, потому что она всех откатила в античность. От средневековья, которая занималась развитием науки и, в первую очередь, религии, которая помогала науке всегда двигаться, потому что монастыри были сосредоточением знания. Там очень грамотные люди сидели, они книжки читали. А потом пришли люди, которые религию заменили на магию и откатились обратно в античность. И вместо духовного роста подарили всем мясо вот этого эпохи Возрождения и голых тел. Вот что это такое. Это страшнейшая деградация, от которой человечество до сих пор не оправилось. И периодически нас возвращает назад. Ой, давайте-ка мы погрузимся в эти сами духовные практики тысячелетней давности и помедитируем немножко. Может, ребят, мы книжки почитаем какие-нибудь вместо вот этого всего. Созерцание и попытки достать левое ухо правой ногой. Но пока вы будете так думать, вы будете пленниками этих самых стереотипов. А значит, вы будете создавать стереотипные истории и будете создавать вслед за ними стереотипное кино. Кому интересно стереотипное кино? Мне нет. Вы скажете, что, может быть, я несу полный бред. Но давайте обратимся к развитому кинематографу и посмотрим, кто главный во всей этой истории всегда. Какой человек сейчас заправляет в кинематографе? Человек, которого называют шоураннер. Слышали, наверное. Какие-нибудь Геттис. Да, вот такие фамилии вам наверняка знакомы. Шоураннер – это как раз человек, который отвечает за логику истории. Джордж Лукас, создавший мир «Звездных войн», до того, как продал его Диснею, контролировал каждое существенное изменение этой огромной франшизы. И она была гигантской и абсолютно логичной. Но как только она была продана Диснею, из нее ушло самое главное. Из нее ушла логика и магия. И поэтому изо всех сил, всеми возможными путями гражданка Кэтлин Кеннеди сейчас пытается что-то сделать для того, чтобы как-то вернуть дух в эту франшизу после того, как по ней проехался танк Джей Джей Абрамс. Вот это очень важно. Вы должны держать логику придуманного вами мира. Но для начала эта логика должна быть. Господин Толкин, перед тем, как придумать и запустить по-настоящему свой мир в Средиземье, придумал его целиком. Вплоть до языков, грамматики, лексики этих языков. Даже торговые отношения, даже кухню этого мира, что они там едят и как они это готовят. Вот что сделал. Ничего, если я зажгу свет, я буду лучше, вы меня будете лучше видеть, и я вас. Ну так вот. И вот он это все придумал. И только после этого он счел возможным закончить книгу одну из величайших историй за всю нашу цивилизацию. Я имею в виду, конечно же, «Властелина колец», после того, как было, был продуман весь этот мир. С его географией, с его этнографией, с его лингвистикой, с его историей. Настолько, что даже сегодня из пяти строчек Толкина люди пытаются, скрипя зубами, пытаясь соответствовать актуальной повесточке, слепить сериал «The Rings of Power». Не очень получается, но они очень стараются. Следующее, от чего хочу вас предоставить, речь как раз вот от этого соответствия повесточки. Как только вы будете соответствовать какой-то повесточке, как бы она называлась, не называлась, BLM там или там Ротфем повестка, или МИТУ повестка и так далее, и так далее. Если это не ирония, то вы обречены. Да даже если это ирония, вы и пошутить-то нормально не сможете, ввиду как раз и отсутствия эрудиции. Вы не понимаете, откуда шутить. Но никто не поймет потом, что это была за однодневка, что это было такое, когда вы это выпускаете. Посмотрите какие-нибудь выпуски программы «Господи, прости, наша Раша убийственной давности». Вы будете сидеть и думать, «Господи, а на чем там смеялись люди?» Это же дурь какая-то. И правда дурь. Потому что эта дурь была абсолютно сиюминутна и контекстуальна тому моменту, когда она выходила. А поскольку жанр нашей Раши это быстрый фильетон, то и смеются в ней над теми моментами, которые были актуальны тогда. В отличие, например, от какого-нибудь Саут-Парк. И там как раз создатели Саут-Парка, они как раз смеются над общими какими-то негативными вещами или странными вещами. Ну, типа саентологов, которых как ни крути, они никуда почему-то не деваются. Поэтому над саентологами можно ржать все время. Или просто над дебилами, которых тоже довольно много, над которыми тоже можно ржать все время. Они даже не поймут, что вы над ними ржете, а вы над ними просто заливаетесь. Вот такие вещи использовать можно. А шутить над сиюминутным постоянно или строить весь ваш так называемый проект, ну, тоже не стоит. И, наконец, последнее, чтобы завершить мой 40-минутный монолог, это как раз вот слово, которое я тоже произнес. Это слово проект. Столь популярное в отечественном, как это есть, киностроении, назовем это так. Однажды ко мне пришел человек, который показал мне свое портфолио. В этом портфолио было несколько сотен проектов, над которыми он работал. 99% этих проектов никто уже давно не помнит, потому что их где-то показали на телеканале, господи, прости, ТВ-центр в 23.59. Просто для того, чтобы отчитаться за те бюджеты, которые были освоены. Ну, а у меня же телеканал ТВ-центр и в здравом-то умеет твердой памяти, мало кто смотрит, а в 23.59 так вообще, ну, наверное, надо что-то менять. Но когда вы перестанете относиться к тому, что вы делаете, как к проектам, а начнете относиться к этому, как к искусству, то есть брать на себя ответственность за то, что тем, что вы выпускаете в мир, вы этот мир меняете. Вы делаете человечество лучше. И вы отдаете себе полный отчет в том, что вы играете, вот это очень важно, на стороне добра. Не оправдывайте зло. Не оправдывайте злые поступки. Я думаю, ой, давайте мы снимем фильм про злодея. Ведь это так интересно. И появляется огромное количество романтических злодеев, жуликов и так далее. А потом спрашивают, откуда у нас такое количество людей, которые романтизируют зло? Вот оттуда и берутся. Это не значит, что нужно делать фильмы исключительно про голубых героев, в хорошем смысле этого слова, и про насквозь правильных и высокоморальных личностей. Нет. Надо думать про, что в целом ты делаешь кино. И не романтизируешь ли ты своим результатом что-то дурное, что позволит людям, которые посмотрели твой фильм, оправдывать какие-то свои низменные чувства, низменные страсти. Например, ах, ведь действительно, они просто хотели, чтобы их любили. Ужасно, да? Звучит. Еще ужасней выглядит. Бросьте думать о том, что у кино есть какие-то законы. Их можно и нужно нарушать. Еще один хороший совет. Очень большое количество кино происходит в голове у зрителя. Дайте ему возможность додумать, дофантазировать, достроить, решить. Посмотрите, например, великий фильм Чарли Чаплином «Сьеверду». Я недавно его смотрел со своими студентами. Там главный герой, мразь редкая, он убийца, массовый, он убивает женщин, а потом еще и получает их наследство. Такой сериал-киллер, прям, реально. Собственной моралью. Мы можем, конечно, его оправдать, что он жертва обстоятельств, но в конце этого человека ждет гильотина. Извините за спойлер. Его ждет безусловная и однозначная смерть. Так ему и надо, потому что он убийца, потому что он мерзавец, несмотря на то, что он кажется многим симпатичным, и играет его невероятно обаятельный сам Чаплин. Но дело даже не в этом. Дело в том, что там нарушаются очень многие, казалось бы, законы кинематографа. Действия как-то странно выстроенные, ни одной нормальной смерти в кадре нет. А тем не менее, убийство есть. Квентин Таранти кто мне скажет, что он великий кинорежиссер? Все скажут. Но Квентин Таранти в первую очередь театральный режиссер. В его фильме практически отсутствует действие, то самое, про которое все говорят. Ой, кино – это искусство действия. А что делают люди у Таранти на? Да ничего. Они сидят и часами разговаривают. Но это сделано и снято так, что мы оторваться с вами не можем, а потом эти диалоги разбираем на цитаты. Потому что в основе этого еще и блестящий сценарий, написанный самим Таранти на, где каждая фраза ложится как отдельное произведение искусства. Сделайте так, чтобы ваши сценарии растаскивали на цитаты. Пока у нас существует только один такой сценарист на моей памяти, которого можно растащить на цитаты. Но и он очень давно, к сожалению, почему-то не пишет сценарии, занялся другими вещами. а вот и второе, помимо этих цитат, еще и продумана логика и продумана очень много заботы о зрителях, о синефилах, которые будут находить там какие-то отсылки к редким фильмам, или о том, о пространстве для Тарантино режиссера, как это показать, как это снять. И здесь он как раз не входит ни в какую контрадикцию с тем самым режиссером, который является вашим главным врагом, с чего я, собственно говоря, начал. Вот такое некоторое количество советов за эти 40 минут я постарался вам дать. Вернее, даже не советов, а индикаторов, которые, надеюсь, приведут вас к правильному выбору. Готовы ли вы писать сценарий или полностью осознали собственную профессиональную непригодность. И в том и в другом случае я буду доволен. У нас будет больше хорошего кино. Вот то немного, что я хотел сказать, а теперь давайте-ка вопросы. Коллеги, надеюсь, все вы поняли, что это сейчас такое было. На самом деле я думаю, что я не ошибусь, если уподоблю вас коту, потому что до сих пор на моей памяти только котам удавалось одновременно и выбесить, и обаять аудиторию. Вот, судя по комментариям, мне кажется, вам удалось сделать и то, и другое. Причем одновременно у одних и тех же людей. Ни один кот меня не может. У меня страшно. Переиграть. Не, переиграть не знаю. Я не актер. Хорошо. Коллеги, задаю вопрос. Вы много, много что написали. Я не буду зачитывать все комментарии. Одну же. Особенно, скажем, такие, типа, как, пока руки заняты. В смысле, я имею в виду, аплодирую. Ага. Вот способ подачи материала, браво. Так, вопрос, Алексей X. И что делать? Бросаться головой в навод. Я сказал, что делать. Смотрите кино, читайте книжки. Если не можете, идите в бульдозеристы. Так, хорошо. Наталья спрашивает, как сделать так, чтобы сценарист стал главным в проекте, а не персоналом, обслуживающим вкусы канала, запросы продюсера и капризы режиссера? Послать нахер понимание проектов, продюсеров, режиссеров и каналов. А начинать делать кино, написать сценарий, найти режиссера своего и вместе сделать фильм. Вам не нужны для этого деньги. Еще раз, у вас есть вот это, у вас есть вот это. Все, вам достаточно. Напишите историю, которая происходит в одной квартире, здесь и сейчас, в одной комнате, которую сыграют два актера. Есть великие фильмы, которые так сделаны. Фильм Никиты Михалкова без свидетелей. Пожалуйста, два человека в одной квартире. Что вам мешает? Вы это снимете на один айфон. Если это будет хорошая история, это будет великое кино. Ну-ка сделайте, я хочу посмотреть. А если вы будете думать про проекты, продюсеров, каналы, ну, вы будете делать вот так от них зависеть. Перестаньте от них зависеть и все. Ну, вообще, мне кажется, что для сценариста иметь какой-то второй язык, это просто обязательно. Да, ну, например, язык драматургии. То есть, ты пишешь пьесы и пишешь сценарий и пишешь пьесы. Да, то есть, а пьеса это территория, в которой у тебя полная, ну, в рамках задачи, да, в рамках ограничений определенных, у тебя полная свобода. То есть, никто, никакой режиссер никогда не скажет тебе в пьесе, а перепиши-ка ты что-нибудь. Тут другая история. Да, это правда, но есть два момента. Про язык согласен, сейчас скажу, а про драматургию верну. В драматургии другая история. Вам нужно, когда вы делаете пьесу, вы должны думать о том, можно ли это поставить на сцене. А когда вы делаете сценарий, вы должны думать о том, можно ли это снять. То есть, если вы будете считать, что мы сейчас снимем кино, действие, которое будет происходить на МКС, и там обязательно нужно послать Юлию переселить в космос, вам нужно каким-то образом договариваться с Роскосмосом. Иначе вы это не снимете. Иначе будет фигня. И будет там все болтаться на тросик. И вы будете потом эти тросики затирать. Вам это зачем? Непонятно. Поэтому вы должны задавать, в одном случае, вы должны задавать себе вопрос, как рассказать историю, которая может быть поставлена на сцене, и полностью быть рассказана за эти два часа, пока она идет, без перерыва, или как это будет снято и можно ли это снять. А насчет языка полностью согласен, только это именно должны быть иностранные языки, потому что, друзья мои, люди говорят по-разному, у людей разная лексика, и вообще написано очень много разных книг на языке вероятного противника. В переводе они звучат и работают совершенно по-другому. Вот надо читать все на языке оригинала. Поэтому еще и потратите свое время на изучение некоторых иностранных языков. Это позитивно и душеспасительно. Но вообще, мне кажется, что если научиться удерживать внимание, вот как в театре, где у тебя ограниченные средства, если ты научишься удерживать внимание в течение двух часов, то уже в кино гораздо проще. Потому что там больше возможностей. Можно устроить аттракцион какой-то, нарезочку поставить. Дальше вопрос, зачем? Вот как только вы ответите себе на вопрос, зачем мне здесь этот аттракцион, вот тогда и насколько он оправдан логикой вашего повествования. Вот нарезочка ради нарезочки мы здесь сделали так, потому что... Я своим запрещаю это делать. Сценаристы начинающие очень любят нарезочку вставить. Я говорю, ну, ребят, этого не будет в фильме. Не должно быть. Это вопрос не должно быть. Это должно быть плавно. Это должно быть понятно. Ну, то есть, а если непонятно, то тогда надо задать вопрос, зачем? Есть непонятные фильмы. Есть фильмы практически с отсутствием сценария. Жертвоприношение. Зеркало Тарковского. Ну, там практически отсутствует сценарий. То есть он там есть, но он там вторичен по отношению к тому, как я хочу это показать. А для чего мне это надо? А вот здесь мне надо, чтобы автором этого своего собственного сценария стал зритель. Но там, с другой стороны, есть высочайшее мастерство режиссера с возможностью его творческого высказывания. Он нашел свою форму высказывания и за счет этой формы высказывания создает атмосферу. Ему, по большому счету, сценарист в этот момент не нужен. Но у вас нет Тарковского на площадке. У вас какой-нибудь Тютькин режиссер. Ну, надо вырастить своего Тарковского. Вообще, мне кажется, что вот у Гадара, например, «На последнем дыхании», вот как раз такого типа фильм, да? То есть... Слушайте, Гадар... Я прям уверен в том, что он не писал эти диалоги. Гадар – исключительный чувак. Гадар до 80 лет снимал кино. Каждый раз экспериментирую. Каждый раз моря. До последних лет, до 90. Конечно, я буду снимать каждый раз фильм, который будет не похож на предыдущий. Мы можем любить эти фильмы, ненавидеть, они нам могут не нравиться, мы их можем не понимать. Но то, что человек до 80 лет продолжает снимать кино, не думая про такие штуки, как жанр, правила, а экспериментируя, потому что он хочет попробовать и видит разные способы работы в кинематографе, это и делает Гадара великим. Вот и все. Абсолютно. Согласен. Так, вот тоже хороший вопрос. Про стереотипное кино понятно. А что вы скажете про архетипические истории? Ну так еще раз. Архетип – это одна из видов стереотипного мышления. Это так. Я согласен с этим. Все. Все. Ну поэтому, что вы? Ой, давайте мы сделаем кино про героя. И будьте делаем кино про героя. Мы сделаем... Ну, Гамлет, окей. Гамлет – архетипичная история, пожалуй. Пароль Лир – архетипичная история. Вы же не скажете, что это херовые пьески? Нет, подождите. Я же не говорю, что это плохие пьески. Я говорю про то, что по этим пьескам... Я вас пытаюсь заманить в вашу же ловушку. Не получится по одной простой причине. Потому что в пространстве этих пьесок есть огромное пространство для режиссерской трактовки. Это так. Это пьеса. А пьеса пишется так, чтобы разные режиссеры могли ее по-разному построить. И Гамлет написался. Когда Гамлета создавали, у меня есть огромная двухчасовая лекция о Гамлете. Приходите, посмотрите. Я объясняю, для чего писался Гамлет. Я все-таки, знаете, последний в России оставшийся действительно член Стратфордского общества, к сожалению. Я имею право про это как-то немножко говорить. Поэтому мне надо как-то отстаивать честь. Ребят, я в комментариях... Вернее, в чате я скинул ссылку на страницу Павла Владимировича. И подписывайтесь обязательно. Я в описании видео потом тоже добавлю. Это где? В Фейсбуке или в... Я в ВКонтакте. Давайте мы в ВКонтакте. Я сейчас более активен там, к сожалению. Да, вот я вам тоже заявку отправил ВКонтакте. Потому что в Фейсбуке это все надо там ногой бубны через левое ухо там и так далее. Это тяжело, да. Вот. Чтобы следить... Что мы и как мы делаем. Чтобы люди за вами следили внимательно. Следите за мной. За мной следят. Я глядываю по-кранам, потому что за мной следят. За мной следят. Кто здесь? Кто здесь? Да, вот. Хороший вопрос. Мне очень понравилась ваша мысль по поводу будущего зрителя. И вот Наталья спрашивает. А как предугадать, каким будет зритель будущего? Только широта кругозора или насмотренность? Или надо обладать даром предвидения? Никакого дара предвидения нет. Есть умение анализировать текущую ситуацию. Умение анализировать текущую ситуацию это не значит быть диванным экспертом. И специалистом по всему. Это значит, что вы стараетесь понять, что движет людьми и что движет той индустрией, в которой вы работаете. Вы реально следите за тем, что снимают. Вы следите за новостями кинематографа. Вы понимаете, что сейчас вообще в продакшене. Где, что и как. Кто что запустил. И исходя из этого, вы будете понимать, каким будет кинематограф. Куда он будет двигаться. Если вы этого не видите, ну тогда вы не знаете про то, что происходит в той сфере, в которой вы работаете. Интересоваться, смотреть, читать новости. Не на кинопоиске, а на языках оригинала тех стран, которыми вы интересуетесь. Интересуетесь. Интересуетесь восточным кинематографом, учите восточные языки. Интересуетесь западным, учите западные языки. Понимаете, что у нас сейчас нет технических возможностей снимать своих мстителей. Но, наверное, у нас есть возможность снимать какой-нибудь интересный авторский кинематограф. А когда у меня вдруг выясняется, что из стримингов пропадают, например, восточноевропейские фильмы, мне становится грустно, потому что я хочу смотреть на восточноевропейский кинематограф и смотреть, как режиссеры при тех самых минимальных бюджетах или вообще без них пытаются за счет работы с кадром, с актерами и, главное, с историей сделать интересное кино. Вот так когда-то начал возникать корейский кинематограф. Да, согласен. Я тоже очень люблю такие вот маленькие кинематографии, что называется. Которые потом становятся большими. Да, 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 совершенно верно, да. Так, вот хороший вопрос. Маргарита спрашивает. Смотреть такое количество фильмов хороших или любых? Да любых, потому что очень быстро вы начнете отличать хорошее от плохого. Вам понравился фильм? Я же говорю, вы полезли, смотрите. Кто режиссер, кто сценарист. А что он еще поставил? А что он еще написал? И вам захочется посмотреть новый его фильм. Вот, например, вышел недавно фильм «Блонд». Блондинка про Мерлин Монро. Чтобы понять этот фильм, нужно посмотреть другой фильм. Самой Мерлин Монро. Ну, с участием самой Мерлин Монро. Последний. Нет. Но он называется... А, последний. Блонд это вот сейчас. Нет, нет, нет. У меня любимый фильм «Монро» это последний фильм, который по сценарию Миллера с Марком Гейблом. У нее есть блестящий фильм, который называется «Don't bother to knock», где она играет тетку с биполярочкой, которая приглядывает за девочкой, а девочка ей мешает, потому что она хочет еще при этом решить свои личные проблемы. Это такой адский, жуткий, герметичный триллер, действие которого происходит в гостиничном номере. И там Монро играет саму себя. И это очень крутое кино. Но кто его видел? Ну, посмотрите, вот вам рекомендация. И тогда вы очень многое увидите в Блонд, которое цитирует это самое кино. Так, спрашивают, все в записи можно... Да, запись будет здесь на канале, все записи останутся. И аудио в подкасте. Я помню, что мы с вами делали эфир по поводу Королевского Гамбита, эфирского Гамбита, который, в общем, ни вам, ни мне не понравился. Я не сказал, что он мне не понравился. Слушайте, я вообще кино... Вот это важно. Я как человек, работающий с кино, я никогда не говорю, что мне что-то нравится. Потому что вопрос «нравится» у меня убирается сразу. Мне интересно, как это сделано. Я иногда восхищаюсь тем, как это сделано, либо я понимаю, как это сделано. Если я понимаю, как это сделано, мне неинтересно. Если я не понимаю, как это сделано, тогда мне интересно, я пытаюсь это осознать. А вот нравится, не нравится, ну, господи, нравится мне актриса Икс. Ну и что? И ради нее можно посмотреть кино. Вот я, например, вы обругали этого самого хобби... А, нет, вы обругали домик этих... Карточный домик драконов. я понимаю как он сделан не нравится да и рядом кольца этих самых кольца да я тоже понимаю не мне нравятся да то есть это детское кино которые я сижу смотрю и я на них сплю потому что чувствовать себя 15-летним подросткам а мне на них нужно потому что я в этот момент убиваю в себе толкиниста который примерно с трех лет и понимает вообще что это за мир и что такое ну минор и вообще как но естественно надо надо выключить толкина надо выключить а дальше я не поскольку я понимаю что я в этом фильме не вижу ничего нового ой появился эльф появился гном я это видел я это видел 9 часов у джексона вы зачем мне это повторно показывать я сплю я реально не сплю я ничего не могу поделать мне приходится его смотреть по несколько раз потому что я засыпаю примерно 15 минуте мне скучно мне пипец как скучно а на драконах не скучно потому что они начинают меня раскачивать все время они ничего не такое подбрасывают любопытное и причем они это делают за счет вроде бы простых ну а вот сейчас смотри как чувак говорят они а мы сейчас тебе актеров поменяем вроде тоже они делают временной разрыв да 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 но они это и они это делают очень оправданно и при этом еще и меняют актеров и вдруг я понимаю что за это время реально пролегла пропасть между теми невинными существами которые были там и тут уже две стервы вместо этих в общем еще у которых еще была какая-то надежда на спасение сейчас никакой надежды спасения нет а потом они мне делают аттракцион а сейчас мы тебе покажем как летают на драконе и они мне в одну серию впихивают полет на драконе которого не было во всей игре престолов вообще вместе так поэтому да я понимаю что это аттракцион но это оправданный аттракцион но логика мне логика всех этих действий она мне абсолютно понятно потому что понятно что мы тоже люди все зрители да уже соображаем что к чему мы видим эту девочку в первых сериях и мы понимаем что это будет такая дейенерис да и весь сериал пять сезонов сейчас будет на этой девочке держаться они раз ее и меняют и она не дейенерис а в этом да и вся штука ну и кто читал книжку понимает что она не дейенерис вообще не грамма не дейенерис хотя мы еще и не знаем какая дейенерис мартин не дописал эту историю ну да 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 так сейчас еще что-то я видел какой-то хороший комментарий а а какой комментарий вы можете дать по игре в кальмарах а очень про очень скучное тоже очень скучное кино вот смотрите кино целиком и полностью построен на стереотипах и для человека который эрудированный он сразу понимает что эта штука собрана из на вполне понятных сюжетных штампов так у нас здесь у нас здесь немножечко повелителя мух у нас здесь немножечко тоже чистого классического детектива герметичного аля 10 негритят и у нас здесь куча разных так посмотрим кто рядом здесь и на кого мы не подумаем а он значит и будет тем самым кто эту всю игру запустил и дальше ты понимаешь две вещи уже в первой семье первое что главный герой точно доживет до конца и с ним ничего не случится что скорее всего дед который находится рядом с ним и сыт в штаны и все скорее всего он эту всю штуку и замысл и единственная вещь в игре в кальмара которая заставляет меня чуть-чуть повизгивать это один единственный эпизод это эпизод когда появляются маски когда появляются вот эти странные чуваки которые делают ставки на игру да они единственные кто говорит по-английски я говорю о как круто ну наконец-то вы показали мне разницу между восточным миром и западным ну как она тоже банально она тоже понятно но хотя бы что-то вы здесь выкрутили а все остальное ну как бы но мы будем смотреть на то как из какой степенью извращенности будут выпиливать герой да такая игра на вылетание я такой но это довольно скучновато павел огромное спасибо я думаю что я разделяю общее мнение всех это было очень полезно в очень многих отношениях и сразу же на нескольких уровнях они меня ненавидят скажите вашего они вас обожают это плохо ребят идите на страницу к павлу владимировичу и напишите ему там благодарный комментарий все спасибо и в чате тоже пишите спасибо стихи позвали да спасибо счастливо обязательно обязательно пока